В Haskell'е имеется еще одна конструкция, позволяющая обеспечивать локальные связывания. Это так называемая конструкция WHERE. Конструкция WHERE очень похожа на выражение let in, но устроена ровно наоборот. Если в выражении let in часть, в котором выполняется локальное связывание, находится сначала, а потом в конструкции let in у нас фигурирует выражение, в котором это локальное связывание используется, то в конструкции WHERE все устроено наоборот. Сначала у нас идет выражение, в котором используются какие-то переменные, а потом внутри выражения WHERE у нас происходят локальные связывания. Давайте посмотрим на пример. Перед нами предыдущая версия функции roots, с которой мы уже знакомы. В части let у нас происходят четыре локальных связывания, которые затем используются в части in. Версия функции root штрих устроена наоборот. Сначала у нас идет выражение, в котором используются значения x1 и x2. Это повторение части in конструкции let in. А дальше идет ключевое слово where и все те же самые локальные связывания, которые у нас в предыдущем случае присутствовали, они у нас идут внутри предложения where. Синтаксис разделения отдельных локальных связываний, если их больше одного, ровно такой же, как и внутри конструкции let, либо мы заключаем их в фигурные скобки и разделяем точками с запятой, либо пользуемся правилом отступа, обеспечивая одинаковый отступ для каждого конкретного локального связывания. Между конструкцией where и выражением let in есть, однако, одно отличие. Конструкция let in является выражением. Мы можем написать let x равняется 2 in x2. И это полноценное выражение, значением его является 4, и мы можем использовать это выражение в каких-то более сложных конструкциях. Ну, например, вот так вот получаем число 16. В противоположность этому конструкция where выражением не является. Мы не можем написать вот такую вот конструкцию. Хотя вроде бы она полностью синтаксически повторяет то, что мы сказали, что можно делать внутри определения функции. Тем не менее, это не выражение. Конструкция where может использоваться только в определении функции, только на определенном месте. То есть, в качестве тела этой... В качестве глобальной части тела этой функции. Для чего же такое отличие между выражением let in и where существует? Почему бы не сделать where полноценным выражением? На самом деле, в Haskell это сделано для того, чтобы использовать конструкцию where в некоторых контекстах, в которых выражение let in использовать нельзя. Давайте посмотрим на соответствующий пример. Помните нашу функцию factorial? Ее шестая версия, которая использовала внутри выражения let in вспомогательную функцию helper. Предположим, что нам эту вспомогательную функцию helper хотелось бы использовать не в одном уравнении с охранными выражениями, а в нескольких. Скажем, вызов helper должен быть присутствовать и в первом равенстве, и во втором равенстве. Когда у нас с помощью охранных выражений произошло расщепление, расщепление одного уравнения на несколько, то эта конструкция, пара уравнений в определении функции factorial, перестала быть выражением. Все вместе вот это вот не является выражением. И конструкция where как раз настроена на эту ситуацию. Мы можем писать предложение where общее для сразу нескольких уравнений с охранными выражениями. В этом примере с factorial, конечно, мы во втором случае просто не вызываем функцию helper. Но если бы она нам потребовалась, мы могли бы ее здесь вызвать в одном уравнении и в другом уравнении. То есть where сделано не выражением, именно для того, чтобы ее можно было использовать сразу в нескольких уравнений с охранными выражениями. Продолжение следует...